Жители крупных городов, в которых работает метрополитен, часто пользуются данным видом транспорта, он удобнее, быстрее и современнее остальных способов передвижения. Но стоимость проезда является достаточно высокой для широких слоев населения, а потому властям региона приходится устанавливать льготы. Из данной статьи вы узнаете, кто имеет право на льготный проезд в метро, сколько стоит билет в метро, какие утверждены льготы на пользование общественным транспортом. Транспортные льготы для пенсионеров Москвы. Важно! Действующие категории льготных пенсионеров не могут пользоваться правом бесплатного проезда при обращении к частным маршрутным перевозчикам и в частные службы такси. Пенсионеры могут продолжать пользоваться следующими видами льгот при поездке на общественном транспорте. Ветераны вправе бесплатно пользоваться услугами муниципального транспорта, автобусами, например. Граждане пенсионного возраста имеют возможность бесплатно добираться до медицинского учреждения на любом виде общественного транспорта. Бесплатный проезд можно осуществить и на транспорте пригородного значения, включая электрички. Последние новости про льготный проезд в метро. После вступления в силу редакции закона города Москвы 3 ноября 2004 года номер 70, право на бесплатный проезд в метрополитене лишились военные пенсионеры, ветераны труда, граждане пенсионного возраста, не принадлежащие к льготным категориям. Лиц, все прочие льготники, ранее пользовавшиеся правом на бесплатный проезд в метро, сохранили льготу. Список льготников был сокращен по одной простой причине власти Москвы и области испытывали трудности с нахождением денежных средств для компенсации перевозчикам выпадающих доходов. Каждый год приходилось выделять из бюджета более 4 миллиардов рублей. Кто имеет право на льготный проезд в метро? В данный момент на такую льготу, как проезд без оплаты на метро, имеют право следующие категории лиц. Участники и инвалиды Великой Отечественной войны. Члены семей, несовершеннолетние дети, студенты вузов в возрасте до 23 лет включительно. Дети-инвалиды любого возраста. Супруги, вдовцы, вдовы, родители и ждевенцы, участников и инвалидов ВОВ. Инвалиды 1, 2, третьей группы инвалидности. Дети-инвалиды. Члены многодетных семей. Дети-сироты, дети без попечения родителей. Дети. Младше 7 лет. Через ручные контрольные пункты. Организованные группы учащихся московских учебных заведений во время каникул. По билетам для льготного проезда организованных групп, выданных в Департаменте социальной защиты населения. Москвы. Члены Московской народной дружины. По проездному билету дружинника Московской городской дружины. Читайте также статью. Льготный проезд в Кирове в 2020 году. Стоимость проезда на московском метро в 2020 году. Важно! Плата за пользование метро была увеличена по решению правительства Москвы на 7,5%. В данный момент стоимость проезда на метро составляет Количество поездок стоимость проезда РУП 1,55,20,740,440,680,680, неограниченное количество, безлимитный тариф, 2850 проездной на один календарный год, 20.000, экспертное мнение. Правительство города Москвы приняло региональный закон о передвижении на общественном транспорте, включая метрополитен закон города Москвы от 3 ноября 2004 года номер 70. Закон о город Москвы от 9 февраля 2005 года, после чего отдельные категории граждан были лишены права на бесплатный проезд. С 2005 года право бесплатного проезда в метро осуществляется при помощи автоматизированной системы учета перевозок. Чтобы бесплатно воспользоваться услугами метрополитена, гражданин должен иметь при себе социальную карту, оформить ее можно в любом центре госуслуг «Мои документы». На выпуск, выдачу и обслуживание электронных карт уполномочен ГУП «Московский социальный регистр». Читайте также статью «Льготы пенсионерам на проезд в электричках в 2020 году». Законодательные акты по теме. Постановление от 18 ноября 2014 года, номер 668 ПП, о передаче полномочий на выпуск, выдачу и обслуживание социальных карт ГУП «Московский социальный регистр», закон города Москвы, а 3 ноября 2004 года, номер 70, о праве на бесплатный проезд в Москве на всех видах общественного. Транспорта для сопровождающих инвалидов первой группы с третьей степенью ограничения способности к трудовой деятельности и детей инвалидов, зарегистрированы на территории столицы типичной ошибки. Ошибка. Сопровождающий ребенка-инвалида оплачивает билет в московском метрополитене. Комментарий. Сопровождающие ребенка-инвалида и инвалидов первой группы имеют право бесплатного проезда по социальной карте сопровождающего. Ошибка. Ребенку младше 7 лет приобрели билет на проезд в московском метрополитене. Комментарий. Дети до 7 лет имеют право бесплатного входа на станции через ручные контрольные пункты. Ответы на распространенные вопросы. Вопрос номер один. Я подал документы на изготовление социальной карты, как мне бесплатно пользоваться услугами метрополитена, пока карта не готова. Ответ. Центр госуслуг Москвы мои документы на время изготовления социальной карты 30 календарных дней выдает гражданину временный единый социальный билет. Вопрос номер два. Уже будучи в метрополитене, я не смог воспользоваться льготой на проезд по причине сбоя в работе социальной карты, она была повреждена. Могу ли я как-то бесплатно проехать на метро, пока я не подам документы на повторное изготовление электронной карты? Ответ. Да. Необходимо обратиться в кассу метрополитена на любой станции, предъявить неработающую карту и получить временный льготный билет, действует на протяжении трех дней. За это время необходимо сходить в Центр мои документы и подать заявку на изготовление новой социальной карты и выдачу временного единого социального билета. Спонсор этого видео – Центр юридической помощи «Бастион», бесплатные юридические консультации круглосуточно. Телефон Центра 8 800 555 67 55, добавочный номер 769. Адрес сайта указан в описании под видео. Ставьте лайки, если вам понравился этот выпуск. Подписывайтесь на канал. Поделитесь в соцсетях. Всем пока.